Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Биткоин у нас с вами продолжает нестись в бездну. Пока еще мы не пробили уровень 20 тысяч. Критически важный уровень – это предыдущий all-time high. Но подобрались уже очень близко к нему. И на ближайшем рассмотрении, на часовом таймфрейме, мы видим, что сила продавца немного замедлилась. У нас было уже несколько попыток пробить этот уровень. Но мы каждый раз оттуда отскакивали. И за последние несколько часов подобрались очень близко, но пока его не пробили. Все это происходит, конечно, на таких вот диверах. То есть технически, опять же, все говорит за то, что мы очень перепроданы и на старших таймфреймах, что пора бы уже, как говорится, и отскочить куда-нибудь. Но с чем это связано, ребята? Как вы понимаете, очень много вещей. И ликвидация Майкла Сейлора, MicroStrategy, которая уже вот должна была произойти, но он вроде как ее отодвинул. Кстати, об этом он сам рассказал в интервью CNBC. На нашем втором канале мы перевели этот видос. Сейчас он появится вот там сверху. Посмотрите обязательно, что Майкл Сейлор говорит о своей цене ликвидации. Это становится идеальной точкой для входа в индустрию. Вот. Также Terra Luna, понятно, коллапс, который вот это все за собой повлек. И случай, связанный с Celsius Network, с лендинговой платформой, которая попала в затруднительное положение. И, как говорит юрист Адам Левитин, что, похоже, Celsius находится на грани банкротства. Давайте попробуем разобраться, что же там такое происходит. И в этом нам поможет замечательный блогер Chico Crypto. Вот что он сказал в своем вчерашнем видосе. Я переведу для вас буквально несколько ключевых моментов. Погнали. Итак, что мы знаем про Celsius сейчас? В чем же заключается фиаско? Да в том, что они столкнулись с кризисом ликвидности. И это спираль, которая ведет вниз цену и их компанию вместе взятые. Потому что чуваки начали азартно играть с активами, находящихся в их обеспечении. По заявленной информации, 10 миллиардов долларов клиенты внесли на эту платформу, но, исходя из анализа их кошельков, у них всего полтора миллиарда долларов в их ончейн кошельках. Это большая разница. И вот, собственно, почему они закрыли все свои выводы. Например, у них полтора миллиарда эфиров клиентов стейкаются на бикоин-чейне. И они брали эфиры клиентов и стейкали их с более высоким доходом, с более высоким риском. И это работало на бычьем рынке, но не сработало на медвежьем. И теперь их виртуальный эфир стал стоить меньше, чем настоящий эфир, потому что все начали выводить в панике свои эфиры. И на всех не хватило, естественно. Так что ликвидность быстренько уходит. И также, вот это вообще жесть. WBTC на MakerDAO протоколе, они просто взяли битки клиентов, перевели в Wrapped Bitcoin и взяли маржинальную позицию, у которой ликвидация была на 22 500 долларов. И самый огромный размер долга на этой позиции, 270 миллионов долларов. И посмотрите-ка, чтобы избежать ликвидации, они вчера добавили еще 7000 BTC в обеспечение, что ввело цену их ликвидации на 15 000 долларов. Так что теперь Celsius вошли просто all-in на средства клиентов, и по-любому другие крупные игроки и киты будут давить цену вниз, чтобы ликвиднуть нахрен Celsius и их огромнейшую позицию. Рубайтесь и сделайте деньги на этом трейде, на этой форс-ликвидации. Кто же это делает? Да, это FTX, FTX и Alameda Research. Они сделали эту дикую распродажу биткоина, чтобы ликвиднуть нахрен этих придурков. Короче говоря, игры крупных китов, чуваки, идут. Нам с вами и не снилось. Мы с вами просто даже не креветки, а эти, планктоны. Так что, короче, но самая жопа-то, знаете в чем? Terra Luna-то понятно, что грохнулась со своим USD. Но, знаете что? Кто может быть следующий? Правильно, USDT. Чуваки, Tether. Вы знаете, что Tether USDT, стейблкоин, которым вы все пользуетесь, и храните в нем свое обеспечение, он заявлен вторым и третьим шерхолдером Celsius. И как мы можем видеть из документа самих Tether, LTD, у них всего 4 миллиарда долларов кэша и в банковских депозитах, и также еще 3 миллиарда долларов в обеспеченных займах, и 5 миллиардов в иных инвестициях, или цифровых токенах. Так что у Tether больше цифровых токенов на их балансах, чем реального кэша для выкупа. И посмотрите, что происходит. Люди достают свой кэш, и капитализация Tether стремительно падает. На 11 миллиардов упало, и буквально вчера еще 1 миллиард достали. Так и что, думайте, если все будут доставать, хватит ли у них денег, чтобы вам отдать? Они являются вторым по объему клиентом этого Celsius. Короче говоря, USDT, Tether, вложили наши с вами деньги в этот сраный Celsius, и походу тоже могут легко стать банкротом. Если, конечно, их кто-нибудь не спасет. И я уверен, вы знаете, что происходило с токеном Celsius пару дней назад. Это был классический Pump and Dump. Токен улетел с 30 центов на 1.40$, перед тем, как вернуться обратно. Что за херня произошла? И кто за этим стоял? Конечно же, FTX, как говорит Кинг Фишер. Что они сделали? Они сделали фишку в стиле BitMix. Просто взяли на споте, запампили цену, ликвиднули нахрен всех трейдеров, которые не смогли ни закрыть, ни сократить свои позиции. И забрали нахрен у них все деньги. Вот такая вот история, ребята. Прикиньте, чуваки. Спасибо, Чико Крипто, большое. Подписывайтесь на его канал, кстати, тоже. Он очень клевый чувак, кто понимает английский. Вы вообще врубаетесь, что происходит? Происходит дикая жесть. Все, схлопаются карточные домики. И вопрос в том, будут спасать Celsius Network и USDT. Пригутся за них кто-то еще. Они ведь сейчас могут договариваться с крупными биржами, с крупными фондами, капиталами, чтобы все это дело выкупить. Или их ликвиднет нахрен. И получается, что у нас с вами два варианта событий технические, ребята. Первый вариант событий, что их ликвиднет. И я думаю, что за этим последует тогда гораздо больше спад цены, чем только до их ликвидации. И мы можем увидеть и 15, и 13, и 14, и хоть и 10 тысяч долларов в тень, и потом улететь обратно. Это пессимистичный, скажем так, сценарий для криптоходлеров, для лонгистов. Но также есть еще один сценарий, друзья. Это To The Moon, как вы понимаете. И он, в принципе, я вам хочу сказать, очень даже вероятен, вполне вероятен. Потому что, посмотрите. Ну, во-первых, если мы сравним с вами вот этот вот паттерн, как мы падали в прошлый раз, и накинем его сюда, то мы можем видеть, что мы практически идентично отпадали. Ну, там за редкими, конечно, исключениями. Потому что паттерны не всегда повторяются. Но они более-менее похоже отыгрывают. И вот это у нас было, грубо говоря, медвежьим флагом. Все, мы выполнили цель из него. Посмотрите. Это раз. Да, мы можем сделать еще один закол, чтобы ликвиднуть всех этих крупных игроков. Но в целом, получается, что мы готовы к развороту по всем параметрам. И в какие моменты обычно мы готовы к развороту, ребята? Да в такие моменты, когда никто не верит. Когда уже всех ликвиднуло. Ни у кого нет денег, чтобы заходить на рынок. Все спасают свои задницы. Кризис, голод, безработица, разруха и так далее. Вот. И что мы можем сделать, на мой взгляд? Так это какой-то вот такой вот паттерн. Даже находясь в медвежьем рынке, ребята, мы никогда не падаем просто ответственно. Мы все равно делаем очень сильные отскоки. И я думаю, что вот какого-то такого движения сейчас с возвратом сначала к этим средним значениям, уровень 40 тысяч. А потом, может быть, и... Ну, может быть, не сразу, но в целом обязательно с возвратом и к более высоким значениям. Я думаю, что на балансе вероятности у нас с вами все еще это есть. И, как вы понимаете, чем ниже мы падаем, тем выше мы взлетим. Так что, напоследок, хочу вам показать просто вот этот вот скрин, который я сделал в Телеграме. Кстати, подписывайтесь к нам в Телеграм. Посмотрите на эту картинку и сделайте выводы сами. Как бы ужасно не выглядели рынки, их всегда хочется продать в самый лучший момент для покупки, ребята. И наоборот, как вы знаете, наверху всегда хочется усредниться. Не веришь в то, что это медвежий рынок. Ищешь всякие там знаки, показывающие, что это всего лишь коррекция. Также и внизу не веришь, что все, уже пора заходить, потому что это дно. Думаешь, сейчас мы пойдем еще ниже. Сентимент просто такой, что все абсолютно ждут пробития 20 тысяч и ухода еще ниже. Поэтому просто держите это в голове, что в долгосрок сейчас очень хорошие точки для входа. Вот. Ну а будет закол ниже 20 или нет, мы это с вами узнаем в совершенно ближайшее время. Поэтому будьте бдительны, будьте осторожны, посматривайте за фондой, за другими рынками. Илона Маска, кстати, судит за продвижение криптовалютной пирамиды Dogecoin. Какой-то чувак, американец Кит Джонсон, выставил ему иск на 258 миллиардов долларов в качестве возмещения. Это типа в три раза больше, чем ущерб. Я не знаю, откуда эта цифра. Это, видимо, насколько падала капитализация Doge. И я думаю, что чувак проиграет, потому что Илон вообще, ну как бы, он что, он говорил, что ли, покупать, продавать? Он просто принимал оплате Doge, всячески твиттил, угорал. Но прикольно, что, опять же, я вам говорю, на дне вот такое происходит, изочарованные инвесторы, всякие мамкины трейдеры начинают пороть пургу про то, что все, мы летим там уже навсегда, там вообще ниже 10 тысяч. Поэтому, ребят, отнеситесь к этому серьезно. Мы с вами стоим на пороге чего-то очень интересного. И биткоин никуда не денется, как технология. Он здесь с нами. Показал себя за эти 13 лет как лучший вообще актив, насколько вы можете видеть, и как лучшая форма денег. Поэтому, конечно же, будут коррекции, куда без них-то. Но, опять же, ребят, мы отпадали от хая уже на 70%. Можем отпадать еще немного, но напишите в комментарии, кстати, что вы думаете. Пробьем мы 20-ку, не пробьем? Какие варианты у нас на разворот прямо отсюда? Вот в данный момент, когда я это записываю, вроде как мы удерживаем этот уровень и рисуем что-то наподобие такого длинного W. Поэтому смотрите за ситуацией, торгуйте аккуратно. Желтая точка на 15 минутке, уже, кстати, не первая. Ну и напоминаю, что на Bybit, на нашей любимой бирже, крупнейший турнир WSOT через 10 дней начнется. Призовем фондом 8 миллионов тезера. Если вы торгуете на этой бирже, то вступайте в нашу команду CryptoCommons. Ссылка на нее в описании. Нас уже 73 участника. Вот, а если вы не торгуете на этой бирже, но, в принципе, торгуете криптой, то регистрируйтесь на ней и получайте плюшки в виде скидок на комиссию, трейдинг бонусов и всего остального. И торгуйте вместе с нами. Вот, ну а у меня на этом все на сегодня. Это был Гринни, канал CryptoCommons. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы интересуетесь крипто тематикой. Жмите на колокольчик. Всем хорошего дня, профитроли и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok